Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с Андреем снова рады приветствовать вас в нашей маленькой студии и обсуждаем тему, нашу ключевую тему – это ценности, развивающие человечество. К числу таких ценностей, конечно же, относятся любовь, дружба, очень многие вещи, которые мы обсуждаем. И сегодня я хотела бы вот что рассказать Андрею, предложить какую тему поговорить. Это тема «Смеха вместе». – Смеха? – Да. Честно говоря, умение перевести какое-то в отношениях, какое-то напряжение в юмор, в какую-то шутку, вообще принести вот эту норму в семейные и близкие отношения, друзей даже и родственные отношения. Мне кажется, это особый талант и дар. Я когда-то столкнулась с такой ситуацией, когда пришла работать в коллектив, и были люди разного возраста, я обратила внимание на то, что вот молодые, они очень конфликтные, они очень как бы агрессивные, и часто растут вот в семье вот в этот период, когда у них наиболее тяжелый конфликт с родителями, они приходят еще в какой-то коллектив и несут туда вот это стремление доказать себе, утвердиться. И помогают обычно выходить из этих ситуаций люди, у которых всегда в отношении, в семье присутствует здоровое чувство юмора. Вот здоровое чувство юмора – это для меня, ну, вот как бы дар Божий. Я когда вижу человека, который способен смеяться над какими-то вещами, да, и над собой в том числе, для меня это просто спасение. Потому что, как правило, в семье, если это есть в семье, то на очень многие вопросы, на очень многие вещи, разногласия смотрят люди иначе и находят иные пути выхода. Помните даже анекдоты почему-то? Мне кажется, что самое большое число анекдотов – это у нас теща, зять, невеста. И национальный вопрос. И национальный вопрос, да. Значит, все-таки вот что-то есть вот в этом переходе. Как это выстроить? Вам это помогало в жизни, Андрей? Очень. Прошу прощения. Вы знаете, вы затронули тему очень глубокую. Хотя с виду она такая смешная и забавная, но на самом деле ничего подобного. Умение пошутить, умение засмеяться, умение улыбнуться, оно выручает самые острые, самые конфликтные семейные моменты. Более того, оно эти моменты микширует. Острота исчезает. И конфликт растворяется в воздухе, не начавшись. Вот я, например, я знаю семьи, где вот муж и жена относятся друг к другу, как мы когда-то выражались, со звериной серьезностью, без улыбки. Вот. Он, например, нам говорит, зачем ты поменяла место моей бритве? Я не могу ее найти там, где она всегда у меня лежит. И она вместо того, чтобы сказать, пожалуйста, дорогой, вот твоя бритва, или пошутить на эту поводу, пошутить по этому поводу, а я хочу, чтобы ты был бородатый. Я скрытывал твой бритв. Ну, мало ли какие можно найти обороты для ответа. Она говорит, я твою бритву не трогала. И начинается. В воздухе уже пахнет скандалом. И начинается. Да, да, да. Вот если люди, особенно в том, что касается бытового уровня, сохраняют вот такую вот агрессивную серьезность по любому поводу, готовы себя отстоять, причем по поводу именно копеечному, готовы себя утверждать, как говорится, кровью. В этих семьях лада и мира не будет. Вы знаете, причем там работают такие интересные аргументы, как мне кажется. Это вот принципиальный вопрос для меня, потому что вот мне это надо. Я всегда вспоминаю анекдот, когда муж с женой сидит завтракает, вот муж кофе пробует, говорит, я же тебе говорил, не надо ложить мне кофе, сахар. Он говорит, знаю, дорогой, просто хотела услышать твой голос. А он с газетой, да, понятно. Да, с газетой, как всегда. Хорошо, вот жена молодец данного анекдота. Вот это вот из серии этих анекдотов, которые показывают, насколько это действительно может изменить отношения в самой семье. И мне кажется, что в семьях, где любящие друг друга люди не могут смеяться и получать удовольствие даже друг над другом, смеяться от каких-то ситуаций, то, ну, я не знаю, мне кажется, что это семьи неспособные и что-то делать в миссисерьезное. Согласен, согласен. Это, как говорится, один из вариантов известного изречения Антвана де Сент-Экзюпери, что любящие – это не те, кто всё время смотрят друг на друга, это те, кто всё время смотрят в одну и ту же сторону. Вы знаете, недавно вышел фильм, вернее, я не могу сказать, насколько он новый или нет, я его недавно посмотрела, он назывался, это французский фильм «Я страшненькая». Вот в отношениях мужчины и женщины, они работают вместе, вот она его приглашает, и вот тут выстраиваются всевозможные схемы, как он может прийти, как его задержать. У него свои… Чего по служебному роману, что ли? Да, вот нет, там просто это надо заставить тебя просто его посмотреть первый раз, чтобы потом понять, насколько там, как говорит, почему я его посмотрела второй раз более внимательно, это потому, что когда вот она уже там плачет от чего-то, а он смеётся, говорит, боже мой, не обижайся, ну ты так смешно плачешь. Отлично, по-французски, по-французски, да. Я поняла, что вот всё, это уже пара, это уже пара. Вот когда есть какой-то шаг к тому, чтобы посмеяться, вот казалось бы, над очень какими-то такими вещами… Но это только, извините, если она с дуру не обиделась на него в ответ. Я плачу, а ты смеёшься, и поехала следующая каденция. Этого нет? Наверное, нет. А у нас запросто. У нас может быть и так, но вот… Ах, так я смешная, так ты смеёшься. Мне кажется, что люди, которые не допускают вот этого в отношениях друг с другом, да, и допускают того, что человек может быть смешным и от этого ещё более обожаемым… И это его не унижает. Да, и это его не унижает. Мне кажется, что это вот то, что выхолощивает… Вот неспособность этого выхолощивает отношения, лишает их какой-то душевности, предъявляет неимоверные требования просто друг к другу. Вот всё время какой-то идеал, всё время какое-то что-то такое. И всё время утверждение себя. И всё время утверждение себя. За счёт другого. Да. Унизить другого, чтобы утвердить себя. Вот ещё такой ужасный комплекс. Возможно, да. Совершенно хамский. Ну, тем не менее, мне кажется, что когда в семье и вообще в отношении близких людей, которые любят друг друга, нет вот этого смеха, когда они не смеются над одним и тем же анекдотом, да, за этим начинается какая-то другая очень серьёзная проблема. И она открывает главное. Это как бы отсутствие доверия друг к другу. Я не знаю, почему у меня так. Но вот у меня складывается такое ощущение, что когда люди не могут посмеяться друг над другом и над собой, вместе, там нет доверия в отношениях. Вот просто его… мне кажется, что его там или очень мало, или его там нет. Там нет не только доверия, но там уже подвергается определённой коррозии сама любовь, само чувство, понимаете. Потому что любовь, так сказать, вещь достаточно мощная, достаточно прочная, но она тоже не обладает неуязвимостью. Её можно расшатать. Её можно похоронить под слоем всяких отвратительных мелочей, понимаете, потом докапываться до неё, как археолог. Вот, вы совершенно правы. Тут всё дело в некотором таком всенародном предрассудке. Многие люди убеждены в том, что смеяться – это значит всегда смеяться над кем-то. Что смех унижает того, над кем смеются. Вот, мол, я ж тебе не клоун, чтобы надо мной смеяться. Или я по жизни клоун. Ну да, да. Вот. Не понимают того, что смех в очень многих случаях именно и обозначает любовное, трепетное, нежное отношение. Это означает радость просто. Конечно. Это проявление, это высшее проявление радости, а не веселья смех на самом деле. Именно радости по поводу того, что этот человек со мной. Он вызывает у меня положительные эмоции. Он вызывает у меня желание улыбаться, смеяться, шалить, играть, радоваться. Это великолепно. Да. И совершенно не обидно и не оскорбительно. Об этом очень хорошо тоже был такой фильм «Умник», «Умница» Джон Хань, не помню, американский тоже фильм. Надо будет вспомнить название. Я его посмотрела сразу, только как он вышел, о мальчишке и сироте в совершенно гениальном математике, который убирал в одном из университетов. Умница Уилл Хантинг. Да, Умница Уилл Хантинг. Там великолепная работа. Прекрасная работа. Великолепная картина. Как раз вот для меня там не столько этот умница и его жизни, вот сколько этот психолог, врач и его рассказ о его жене. Это вообще совершенно уникальный рассказ. Да, да, да. О том, что нравится, что не нравится. И вот эта вот мысль я очень во многих фильмах вижу. Желание рассказать такое, что такое близкий человек рядом, который знает о тебе какие-то такие совершенно мелочи, незнакомые, неизвестные никому более. Да они не нужны больше никому. Зачем их открывать? Совершенно верно. Но вот эти мелочи, которые согревают твою душу и вообще дают возможность и посмеяться, и порадоваться вместе, и принять в другом человеке тоже что-то, что, может быть, вызывает в тебе радостный смех. Просто вот, ну, ошарашено, да, чем-то, да. Ну, вот так вот, да. Почему нет? Что-то такое. Поэтому, наряду с как бы с анекдотами, со всеми вещами, которые как бы мы можем принести в наши отношения, с весельем, с какими-то весёлыми фильмами, книгами, мне хотелось бы, чтобы мы очень внимательно относились. И мы хотим посоветовать вам, друзья. И если всё так очень напряжённо, в жизни, на работе, в близких отношениях, подумайте, что можно сделать. Что можно сделать, чтобы присутствие вашего дома рождало улыбки близких вам людей. Вот этот вот шажочек какой-то радости, какому-то веселью, умения искромётно пошутить. И при этом так, чтобы человек от неожиданности, может быть, поначалу виделся, но понял, что вы шутите. – Мне кажется, что для этого именно и надо с самого начала принять такое решение для самого себя, что смех не оскорбляет. – Да, смех не оскорбляет. – Смех не оскорбляет, смех возвышает. – Да. – Вот, с вашего позволения, я приведу пример нашей семьи, моей, моей любимой, незаменимой Анны Фёдоровны. Ну, никакие семейные отношения не бывают идеальными. Конечно, есть какие-то шероховатости по ходу, там, 20 с лишним лет совместной жизни, но, по-моему, мы нашли некий принцип, который снимает очень много моментов напряжения и предостерегает от них в будущем. У нас, вот как это ни удивительно, мы это так не вербализуем, мы не называем это вот таким словом, но у нас домашний цирк. Вот есть я, есть Анюта, так сказать, есть эти самые, есть наши домашние животные. Собака, кошка, рыбки, птичка наша, кеннер. Вот это всё цирк, это арена. Мы друг друга радуем, мы друг друга веселим, мы друг друга забавляем, мы друг друга смешим. Мы все смешные. И это действительно помогает снимать массу напряжений в быту. Ну вот, видите. Такая точка зрения. Ну, поэтому сегодня, вот когда мы немножко поговорили о ценностях, вот способность и улыбаться, способность радовать, а самое главное, способность оценить попытку человека сделать первый шажочек от очень большой серьёзности, от очень большой принципиальности в том, какой он, где лежит бритва, где висит полотенце и вообще, как это всё, когда он пришёл домой или она пришла домой, и как его встретили, что сказали, куда посмотрели. Вот очень… Да, и как это всё важно. И как это всё важно и значительно. Вот давайте попробуйте, попробуйте делать в этом направлении очень маленькие, но очень уверенные шаги. Потому что улыбка… У меня тоже был вот мой такой… Опыт. Опыт жизни, когда приходил, ну уж одно время, какой-то период жизни, я обратила внимание, он приходит домой, в доме всё не так, и начинается раздача слонов всем. Вот что-то говорится жене, что-то говорится детям, что-то говорится, ходится, расставляются какие-то вещи. Это всё очень серьёзно, это всё очень хмуро. В конце концов, мне это надоело. У меня в руке было там что-то, по-моему, досточка на диске. Я так постучала, говорю, вот что-то мне не почему ударить. Вот просто хочу вот сейчас, давай, давай, вышёл. А, всё, галсту, говорю, тебе неправильно завязан. Давай сейчас разберёмся. И вот эта вот шутка, она как бы немножко сколыхнула. Его тоже заставило перейти на эту волну, да, в какой-то степени? В какой-то степени это было очень трудно, он человек был такой не очень улыбчивый, но это было, это один из работающих таких достаточно инструментов, которые всегда выстраивали здоровые отношения. Я знаю, что если, скажем, у меня дети поют, или в разговоре с кем-то я могу пошутить, значит, отношения там нормальные. Конечно. Они нормальные, они здоровые, там нет никаких, знаете, вот скрытых интриг, какого-то накопленного недовольства или ещё чего-то. Рано или поздно, они так взрываются. Они взрываются, да. Просто копятся в душе, но рано или поздно. Причём это взрыв грязевого вулкана, понимаете? Да, да. Какие-то такие грязевые вулканы, которые всё заляпывают грязью на 10 километров кругом, вот это вот схороненное в душе переживание. Да, поэтому хочется, чтобы… Или обиды. Да, или обиды. И вот найти путь выхода, здоровый путь выхода для вот этого, это идти по пути поиска радости и как бы вот территории, где вы можете посмеяться вместе. Вот тут с собой на друг другу, да. Извините. А вы тут затронули тему, которую мы, может быть, когда-нибудь с вами разобьём более подробно. Пришёл хмурый муж. Да. Проблема возникла где-то, не дома. На работе, с друзьями, не знаю, там, за карточным столом, в ресторане. Но на ком ее согнать? А на слабых? На семье. Ну, это действительно тема отдельного разговора. Это отдельный разговор. Тут вы ее затронули, да. Да, я ее затронула. Ну, почему? Потому что обычно, если женщина сидит дома, а муж работает, это всегда встреча у порога, она всегда очень тревожная, потому что с каким настроением пришёл и как, а если ещё там мужчина выпил, не выпил. Ну, мама всегда знала, вот моё что, время, когда должен отец прийти домой, она мне говорила, Лен, пойди быстрее, отец идёт домой трезвый или нет. Потому что я… У вас нормальная рабочая семья. Да, нормальная рабочая семья. Она знала, к чему подготовиться, она уже знала, как его встретить, потому что настроение, и я за два квартала по походке видела, какой он идёт, я приходила маме, говорила, там, чуть-чуть выпил, но очень злой. Или добрый, немножко выпил, добрый, так что всё нормально. Вот если меня не было, она просто переживала, если это… Лен, ты где, пойди, посмотри, папа пойдёт, какой он… Вот, понимаете, то есть надо было встретить человека, потому что… Вы выступали в роли канарейки в шахте, да? Да, наверное. Которые первые чуют выделение ядовитого. Да, совершенно верно. А ещё люди не чуют, так канарейка уже чует. Канарейка уже чует. Ну, я очень ценила, когда между ними были хорошие, добрые отношения, и когда всё было нормально, для меня это был всегда праздник, и поэтому я включалась в эту игру и всегда как бы видела эти вещи. Ну, а нашим зрителям вот ещё одна подсказочка. Вот ценности, которые развивают человечество, это ценности взаимопонимания, добрых отношений, радости в отношениях, радости от соприсутствия. И это тоже само по себе не появится. С этим надо работать. Нужно понимать, что всегда мы друг другу, всегда рядом есть вот эти вот ответы на вопросы, все вот эти вот помогалочки. Они всегда присутствуют. Надо только уметь ими пользоваться. Не бояться. Экспериментировать и обязательно применять. И одна из главных помогалочек – это чувство юмора. Совершенно верно. И мы желаем вам чувство юмора разбудить в себе, вспомнить. Потому что я уверена, когда встречались, когда влюблялись, всегда оно присутствовало в ваших отношениях. Не могло оно не присутствовать. До первого поцелуя даже. Вот пока всё, вот влюблённость, вот это был основной ваш инструмент, который заставлял вас смотреть друг в друга в глаза и вообще быть рядом. Просыпайтесь, вспоминайте, возрождайте в себе это, находите и цените это. Радости вам, улыбок и здорового чувства юмора. До скорых встреч. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова